Привет, любимые! Хочу с вами поговорить про очень серьезную тему, связанную с поджелудочной железой. Мы с вами говорили про психосоматику в одном видеоролике, но бывает эта история, которая вообще не завязана на психосоматике. Совершенно немножко другой контент, связанный с питанием. Конечно, есть две ситуации, когда мы говорим про стресс и поджелудочную железу. Это одна история. На повышенном стрессе, я объясняла, как это работает, повышенный сахар в крови ввиду кортизола будет очень-очень сильно создавать внутренние трудности. Но, мои любимые, ослабевшая поджелудочная железа выгорает и не может регулировать сахар в крови в моменты, когда есть тяжелые расстройства пищеварения. И да, она сама может стать причиной крупных неприятностей. Чтобы ее не обижать, стоит понимать одну вещь. Лечить поджелудочную железу крайне сложно. Плюс она быстро запускает всевозможные каскадные реакции, начинают страдать другие органы, нарушается метаболизм. И тут открутить обратно сложно, потому что это движение по запутанному такому лабиринту, а не по прямой. И я сразу скажу, что поджелудочная железа отвечает за преобразование пищи в топливо, производство ферментов для расщепления жиров и углеводов, выработку гормона инсулина и глюкогона, которые отвечают за регуляции глюкозы. И почему же у некоторых возникает панкреатит? Едкие ферменты, которые должны высвобождаться для реализации пищеварительного процесса, по какой-то причине остаются в поджелудочной железе, вызывая ее отек и воспаление. Это вызывает боли и приносит опасные осложнения. Бывает хронический панкреатит уже невозможно вылечить окончательно, поэтому стоит контролировать ситуацию и сразу менять подход к питанию. Наверное, если у вас это есть проблема, вы уже давно работаете с врачом. Более редкие случаи бывают детские и аутоиммунные панкреатиты. У детей это обычно связано с генетикой или травмами, особой анатомией протоков, бывает прием серьезных препаратов. Соответственно, причины проблемы с поджелудочной железой часто это алкоголь, бывают желчные камни, бывает хирургия. Если она сопровождается нарушением кровоснабжения поджелудочной железы, наследственность, бывает гиперкальциемия. Повышенный уровень кальция в крови может стать одним из триггеров воспаления поджелудочной. Бывают повышенные триглицериды, бывает инфекция, бывает цитомиголовирус, бывают травмы живота и дефициты питательных веществ, особенно витамина А, С, Д, Е, К и селена. И также возраст 35+. Конечно, здесь нужно очень сразу обратиться к врачу и делают КТ, МРТ, УЗИ. Все это работает вместе с эндокринологом и терапевтом. И максимально очистить рацион от огромных порций, частого питания, сживания, сложных блюд, искусственных ингредиентов и сахара. Очень важно устранить дефициты питательных веществ, особенно витаминов А, С, Д, Е и К. И держать на нормальном уровне омега-3 жирные кислоты или часто готовить рыбу или принимать рыбий жир. Обратите внимание на пробиотики или же добавлять к рациону пищу, которая обогащает микрофлору, и пить чашечку 2 зеленого чая в день. Но это под контролем врача. Ваши личные пищевые аллергены протестируйте, какие вещи у вас вызывают проблемы, типа, может, кофеина, табака, не дай бог вы курите. И очень важно прививать такие простые привычки. Это небольшие порции, немного жира за один раз, овощи, ягоды, нежирные белки и крайне умеренное количество злаков, исключая те, что вызывают аллергию, птица, холодноводная рыба и не очень жирное мясо. Продукты с высоким содержанием железа – это говядина, говяжья печень, спирулина, гречка, чечевица, антиоксиданты – это ягоды, тыква, помидоры, оливковое, домашнее, сливочное масло, медитация, дыхательные упражнения, йога и плюс устранение дефицитов питательных веществ. В комментарии дам ссылку на некоторые источники. И как работают питательные вещества для поджелудочной железы? Витамин А и С оказывают защитное воздействие на клетки поджелудочной, витамин Д борется с воспалением, витамин Е тоже антиоксидант и хороший друг поджелудочный, жирные кислоты способны подавлять воспаление и укреплять иммунитет, пробиотики снимают нагрузку с поджелудочной железы, зеленый чай снижает риск развития хронических заболеваний, и глютамин, это бульоны, говядина и творог являются отличными источниками глютамина, восстановителя пищеварительной системы. В целом контроль стресса, нормализация сна никто не отменял. И я вас очень прошу, если, например, это ребенок с детства позаботить, а если взрослый, вот такая есть схема, понервничал, переел, понервничал, покурил, понервничал, выпил кофе. Нет, так нельзя, стресс уже нанес удар по поджелудочной, а вслед за ним еще один ваш, поэтому так это не работает. Любимое дело это не работа, любимый человек это не стресс-фактор, будьте благоразумными, это очень важно. У многих есть такая вещь, заел, стало легче. Нет, очень важно научиться мыслить и действовать по-другому. Поэтому, ребят, старайтесь очень-очень осторожно и потихоньку себе помогать. С Богом поможет все.